Кассовая налоговая реформа в России проходит в три этапа. Первый прошел летом прошлого года. Тогда онлайн-кассу установили те, кто и раньше был обязан использовать кассовую технику старого образца. Крупные магазины. В Ленинске-Кузнецком парк ЭКТ насчитывает порядка 1735 единиц. Второй этап касается предприятий малого бизнеса. Это индивидуальные предприниматели, применяющие систему в виде ЕНВД и патентную систему налогообложения, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли и общественного питания и имеющие наемных работников. Раньше небольшие торговые точки на специальных налоговых режимах, таких как ЕНВД и патент, могли обходиться совсем без касс. А чеки выписывались от руки и только по просьбе покупателя. 1 июля 2018 года по предварительным подсчетам в Ленинске-Кузнецком порядка 500 магазинчиков и предприятий общественного питания должны будут приобрести онлайн-кассу, установить ее у себя и зарегистрировать в налоговой. Помимо самой онлайн-кассы нужно приобрести фискальный накопитель или убедиться, что он в ней уже установлен, а также заключить договор с оператором фискальных данных, который получает и обрабатывает информацию с кассы и в зашифрованном виде отправляет ее в налоговую инспекцию. Эта контрольно-кассовая техника должна обязательно находиться в реестре ККТ. Только в этом случае ее можно будет применять по новому порядку. Реестр ККТ находится на сайте Федеральной налоговой службы. Там можно отследить, есть такой вид ККТ или нет. А подбирать контрольно-кассовую технику, конечно, надо исходя из параметров вашего бизнеса. Кстати, бизнесмены на ЕНВД и патенте могут компенсировать часть затрат на кассу, фискальный накопитель, программное обеспечение и настройку. Там три условия. Это контрольно-кассовая техника должна обязательно содержаться в реестре ККТ. Контрольно-кассовая техника должна применяться в том виде деятельности, вычет по которому при исчислении ЕНВД заявляется. И контрольно-кассовая техника должна быть обязательно зарегистрирована в налоговом органе. При выполнении вот этих трех условий налогоплательщики имеют право на уменьшение суммы исчисленного ЕНВД по ЕНВД и патентной системе налогообложения на расходы, понесенные на приобретение контрольно-кассовой техники, но не более 18 тысяч рублей на одну единицу ККТ. И наконец на третьем этапе до 1 июля 2019 года онлайн-касса обязана установить предприниматели, оказывающие услуги, ИП без наемных работников, занимающиеся вендингом, а также все самозанятые граждане. Галина Елина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.